МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп и я ее ведущая Ирина Ковалева. Сегодня, в ближайшие 15 минут, мы, как обычно, расскажем вам о самых ярких событиях и самых интересных людях нашего города. Василий Головнин, выдающийся мореплаватель, военный и политический деятель России, родился на Рязанской земле. Тем, кто этого не знал, а может быть и вовсе не слышал об этой выдающейся личности, просто необходимо посетить выставку, приуроченную к его 240-летию. И с той поры в морях твоя дорога. Именно такое название носит выставка, открывшаяся в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Посвящена она Василию Михайловичу Головнину, выдающемуся мореплавателю, военному и политическому деятелю 19 века и, кстати, нашему с вами земляку. Считается, что родом он был из села Гулын, Кипронского района Рязанской губернии. Во всяком случае, именно оттуда, в 12-летнем возрасте, он отправился в Кронштадт, в морской кадетский корпус. С той поры в морях его дорога, так сказал Александр Сергеевич Кушкин, а Федор Матюшкин, если он в Рязанской друге, но, понимаете, очень много совпадений. Матюшкин нашли и Камчатка, вот, например, шаг на шуте нашли военный корабль, как раз, как он проманил Головнин. А потом, между прочим, и сын Головнин научился в этом сельско-сельском лицее, будущий министр просвещения. Так что, в общем-то, очень много вот так вот переплетено. И, конечно, когда начинаешь смотреть, с биографией знакомиться, и вроде бы как ты знал, и вроде бы ты уже об этом слышал, но столько много находится, и столько интересного и того же человека, который совершенно современен. И у него мысли о том, каким должен быть начальник. Я уже сказала, как должен относиться к книгам человек, что такое книги для человека, что значит знание иностранного языка для человека, который отправляется в путешествие. Рассказать о столь выдающейся личности посредством музейных экспонатов задачи не из легких. Но все же в научной библиотеке музея, в его фондах, нашлись уникальные предметы, книги, гравюры, которые являются прекрасной иллюстрацией яркой, наполненной событиями жизни вице-адмирала. Здесь можно увидеть редкие издания книг, написанных Головниным и о Головнине. Маршруты его кругосветных путешествий и даже гравюры, выполненные по рисункам художника Михаила Тиханова, принимавшего участие во втором кругосветном плавании Василия Головнина. Кстати, именно благодаря им сегодня мы имеем представление о том, как выглядели индейцы Калифорнии и Гавайских островов в XIX веке. Выставка из той поры в морях «Твоя дорога» будет работать во дворце Олега до середины августа. Так что спешите чуть ближе познакомиться с жизнью нашего выдающегося земляка. Всем известно, что творчество является прекрасной терапией. Именно поэтому детей с ограниченными возможностями стараются как можно раньше приобщить к различным видам прикладного искусства. Давно известно, что работа с глиной – это хорошая профилактика личностных отклонений, выход негативных эмоций, нервно-психического возбуждения, страхов и агрессии. Именно поэтому данный вид декоративно-прикладного творчества просто необходим детям с ограниченными возможностями. Понимают это и в Центре образования дистанционные технологии, которые уже на протяжении шести лет существуют в нашем городе и занимаются не только дистанционным обучением детей с ограниченными возможностями, но и организацией их досуга. Так на днях в Доме музея Пожалостина в Саочи прошел мастер-класс по работе с глиной, в котором приняли участие ученики школы, родители и педагоги. У нас очень мощное доп. образование, поэтому у нас очень хорошие педагоги и доп. образования. И мы не только мастер-классы, у нас дети участвуют везде, на различных мероприятиях, на различных конкурсах, получают призовые места. Провела мастер-класс по работе с глиной художник-керамист Ольга Шириня. В конце апреля в Доме музея Пожалостина открылась персональная выставка ее работ. Так что перед началом мастер-класса ребята могли познакомиться с творчеством художника и примерно представить, что ожидает их впереди. Пожалуй, работая с глиной, каждый, даже человек впервые, столкнувшись с этим материалом, почувствует себя творцом. Ведь она, согреваемая теплом рук, может превратиться во что угодно. Расписной кувшин, диковинную зверушку или мифологический персонаж. Как раз в славянской мифологии Ольга Шириня уделяет особое внимание в своем творчестве. Среди ее работ можно увидеть и посланницу славянских богов, птицу Гамаюн, и чудесную жительницу Ирии, славянского рая и мировое дерево. На мастер-классе Ольга также решила предложить ребятам поработать с мифологической темой и вылепить уточку, которая, согласно легенде, подняла со дна мирового океана палатарь-камень. У меня очень было много мыслей, думала, потому что, не знаю, дети же разные, разного возраста. Но поскольку у меня на этой выставке очень много мифологических вещей, сказочных вещей, вот, а сейчас как бы, ну, сейчас больше стали, конечно, дети знать о своей истории, о своих мифах, ну, что раньше было, там, греческая мифология и все прочее. А сейчас приходят дети и уже называют такие вот имена, как Сварок, Перун, и я удивляюсь, что они это знают. И мне приятно, когда дети это знают, и я могу что-то там добавить, вот, хотя иногда они очень много добавляют, потому что сейчас стали уже и в школах, как бы, обращать внимание, что все-таки есть у нас своя история, есть у нас свои сказки, есть у нас свои мифы, они интересные, и дети ими интересуются. Это не толки, это не какие-то там феечки, феечки, вот, а именно свое, родное. Ольга довольно часто проводит мастер-класс, и это далеко не первый опыт работы художника с детьми с ограниченными возможностями. Я заметила, что у детей с ограниченными возможностями, у них как-то есть свое видение. И вот, когда я как-то работала с ними, и получилось так, что, когда им что-то советую, что они не очень любят. Просто делаешь сам по себе, как бы, они мельком смотрят, но у них получаются такие талантливые вещи, что просто сам поражаешься, что вот, имея вот такие, вроде как, небольшие, ну, разные отклонения, у них получается иногда лучше, чем у взрослых, и талант, он, есть талант. Кроме того, для этих ребят подобные мероприятия – это общение со своими сверстниками, а также понимание того, что они ничем не отличаются от других детей. В галерее Виктор Иванов и Земля Рязанская открылась новая выставка, на которой все желающие смогут познакомиться с работами известного в нашем городе художника. На открытие этой выставки побывала и наша съемочная группа. Выставка живописи и графики Данила Шаландина приурочена к 70-летию со дня рождения художника. И, казалось бы, не такой уж серьезный возраст, но до него, к сожалению, автор этих произведений не дожил. В 93-м году он умер от болезни сердца, оставив после себя значительное художественное наследие. Только на этой выставке представлено около четырех десятков произведений живописи и графики из собраний Рязанского художественного музея и семьи художника. И хотя это уже не первая персональная выставка в творческой биографии автора, она заметно отличается от всех предыдущих. Здесь мы показали два раздела. Первый – это произведения Шаландина в коллекции Рязанского художественного музея, то есть те произведения, которые просто отобраны временем. И второй раздел из собрания семьи художника. Но здесь вы в основном увидите эскизы, этюды к неосуществленным картинам. Об этой грани творчества Данила Шаландина предыдущие выставки не рассказывали. А тем временем именно эскизы и этюды позволяют понять, какие замыслы вынашивал, но, к сожалению, не успел осуществить художник. Среди них эскизы крупных картин, посвященных войне и будням простых тружеников, а также натюрмортов, которые особенно любил художник. Во-первых, Данил очень любил голландских мастеров. И он как-то их глубоко изучал, исследовал их творчество. У него есть замечательные работы. Они, конечно, не в музее. Я с ними никогда не расстанусь, пока жива. Они висят у нас дома. Они были в большой экспозиции в художественном музее, когда была выставка Данила несколько лет тому назад. Но он любил еще и этот жанр в том плане, что он, знаете, подвластен многим сюжетным направлениям. Для жены художника Галины практически каждая работа, представленная на выставке, вызывает массу воспоминаний о том, с какой любовью они писались. Зачастую даже не в мастерской, а в их квартире. Сегодня она вспоминает, что на творчество мужа вдохновляла в первую очередь любовь к искусству, любовь к живописи. Однажды он сказал, что, знаешь, Галюш, ведь я больше ничего делать не умею. Он же умер в 93-м году. Начало всех этих перетрубаций в государстве, в строе. Какие-то огромные проблемы социальные. И он был, конечно, потрясен и растерян. Вот, скажем так. И, может быть, это тоже одно из серьезных моментов, которое сподвигло вот к такому состоянию серьезного заболевания сердца. Данил Шаландин окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и, по сути, являлся приверженцем академической школы. Учился он у грандиозного мастера Евсея Моисеенко. И сегодня многие говорят о влиянии, которое оказал на творчество Данила Шаландин и его учитель. В основном это техника исполнения, способ заполнения холста, манера выполнения картины. Вот в этом. Вместе с тем у художника постепенно сложился свой круг темы, узнаваемый авторский почерк. В экспозицию выставки к 70-летию Данила Шаландина вошли произведения живописи разных лет, начиная с академических постановок и заканчивая поздними натюрмортами пробежа 80-90-х годов. Познакомиться с творчеством художника можно в галерее Виктора Иванова «Земля Рязанская». Выставка будет работать до 12 июня. Совсем недавно в нашем городе прошел юбилейный Большой Белый Бал. Те, кто увлекается бальным движением, знают, что студия, которая его организует, отличается особой историчностью. И даже платье для каждого бала девушки себе шьют сами в соответствии с определенной эпохой. В нашем следующем сюжете мы бы хотели рассказать об одной из учениц студии Белый Бал в коллекции которой уже не одно бальное платье, сшитое своими руками. Как и любая девочка, Маргарита мечтала побывать на настоящем балу. Мечта ее исполнилась в 2014 году. Тогда она стала дебютанткой Большого Белого Бала. И настолько восхитило ее все происходящее вокруг, что Рита решила не ограничиваться своим дебютом и стать членом Большой студийной семьи. А значит, и постоянной участницей многочисленных мероприятий. Но, как оказалось, для этого недостаточно прилежно посещать занятия и разучивать исторические танцы. Нам сказали, что вот нужно шить, девочки. Если хотите остаться в студии, нужно шить. Ну, я, не держа в руках до этого иголку с ниткой особо, думаю, ладно, хорошо, буду шить. Вот. Нам дали выкройки, все подробно объяснили. Сказали, если что, за вопросами обращайтесь. Слава Богу, у меня дома была машинка, у меня были подруги, которые когда-то шили, тоже этим увлекались. И я начала шить. Конечно, первый блин комом, и первое платье у меня не получилось. Сейчас оно лежит где-то далеко на полке шкафа, я его уже не трогаю. Но потом я стала больше уже с этим работать, шить, шить, шить. Там, несмотря на все какие-то, скажем так, косяки, все стало получаться. Тем, кто даже брюки подшить не в состоянии, сложно представить, как это возможно. Не имея никакой профессиональной подготовки, взять и шить платье. Да не просто платье, а мальное. А вот для Риты теперь это проще простого. И на создание очередного шедевра при наличии свободного времени уходит не больше двух недель. Обычно платья шьются к определенному баллу и в соответствии с определенной эпохой. Но вот самый любимый наряд Рита сшила просто так. Увидела в магазине ткань и решила, что платью быть. Это мое любимое на данный момент платье. Платье эпохи второй рококо. Тут можно брать абсолютно любую ткань, какую захочешь. Все, что душе заблагорассудится. Как правило, у этого платья, вот, основные косточки здесь есть. Это его сложность. Его можно украшать чем угодно. Как правило, кружевом. Вот, у меня здесь бусины есть, элементы вот декора, цветочки, кружева и небольшие рукавчики. Можно их делать, можно не делать. Это все зависит от того, как хочется тому, кто шьет. Когда мы общались с Ритой, только шла подготовка к пятому большому белому балу. И она лишь примерно представляла, как будет выглядеть ее платье. К этому балу мы решили выбрать эпоху ампир. То есть все студийцы, ну, желающие, будут шить себе платье эпохи ампир. Желательный цвет айвори. Я выбрала молочный цвет ткани. И мы решили сделать в старшей группе отличительную такую черту. Это накидку на этот ампир. В интернете много подобных платьев. В источниках разных можно найти. Вот, шлейф. Все это, в общем, чтобы смотрелось очень исторично. Вот. Я еще пока не думала, как я буду его украшать. Я все это буду искать, думать, фантазировать. Но думаю, получится неплохо. Получилось действительно неплохо. Мы лично в этом убедились. И хотя впереди у Риты поступление в радиотехническую академию, сомнений нет. Задатки модельера у девушки налицо. А уж развивать их или нет, как говорится, дело хозяйское. Ну что ж, на сегодня это все. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова